Городские встречи Где мы находимся в Рязани относительно уровня преступности? Действительно ли он выше или ниже, чем в соседних областях? Если говорить об уровне преступности, это тот показатель, который, в принципе, характеризует не только криминальную ситуацию у нас в регионе, но и свидетельствует об уровне безопасности и благополучия нашего населения. Если говорить непосредственно об уровне преступности, то в нашем Рязанской области он составляет порядка 50 преступлений на 10 тысяч населения. Для сравнения можно сказать, что среднероссийский показатель 82 преступления на 10 тысяч населения, если взять показатели ЦФО 70 преступлений. Что касается нашей Рязанской области, по этому показателю мы находимся на третьем месте в ЦФО, выступая только Тульской и Белгородской областях. В принципе, этот показатель такой плавающий, он когда-то увеличивается, когда-то сезон он понижается. Нельзя говорить, что вот мы сейчас получили такой показатель и сидим спокойно. Нет, кроме того, необходимо учитывать, что это лишь уровень зарегистрированной преступности. Помимо зарегистрированной, есть еще так называемая латентная, скрытая преступность. Это довольно-таки серьезное преступление коррупционной, экономической направленности, которое требует огромных усилий от правоохранительных органов для того, чтобы выявить их. Потому что ни одно должностное лицо не придет в правоохранительные органы, они напишут явку с повинной о том, что похитил из федерального, либо регионального бюджета 100 миллионов рублей. Конечно же, поверить в это очень сложно. Поэтому от работы, прежде всего оперативно-розыскная работа правоохранительных органов, зависит выявление этих латентных преступлений. Кроме того, в Рязанской области существуют свои негативные определенные тенденции в криминальной ситуации, которую мы постоянно учитываем. И при планировании коррупционной деятельности прокурор у нас является координатором борьбы с преступностью всех правоохранительных органов в регионе. Постоянно мы эту работу планируем с учетом криминальной ситуации. Если взять конкретно район Рязанской области, наиболее благополучным является Рязанский район, на долю которого приходится по уровню преступности 31 преступление на 10 тысяч населения, наиболее криминальным Ряжский район, немножко уступает ему Крепяковский район. Там за 60 преступлений. Как думаете, с чем это связано? Здесь много факторов влияет на состояние преступности. Если говорить о преступности в целом, по России, так и по нашим регионам, и то, что касается районов, много факторов, конечно. В первую очередь я взял бы социально-экономический фактор. Ни для кого не секрет, что в период экономического кризиса, в период сложной экономической ситуации растет и число преступлений имущественных, а также преступлений, совершенных лицами без постоянного источника дохода. Особенно это характерно для тех районов, в основном сельских, где трудоустроиться практически невозможно. И люди таким образом восполняют дыру в семейном бюджете. Наркомания, опять-таки. Наркомания – это такая болезнь, которая требует постоянно какой-то дозы. А для того, чтобы ее получить, нужны деньги. То есть много моментов, которые с этим связаны и влияют на преступность. Кроме того, сезонная преступность. Если посмотреть, вот сейчас ежедневно сводку читаем, кража велосипедов ежедневно пачками из подъездов похищает велосипед. Эти же тросики легко перекусываются, поэтому я предупредил бы граждане надеяться на то, что именно ваш велосипед никто не похитит. Он ничем не отличается от любого другого. Масса из подъездов, либо где-то припаркованная рядом с подъездом. Масса в порядке похищается. Не случайно в этом полугодии в Рязанской области возросло практически на 60% число в рубеже. Возросло число краж из магазинов, краж автомобилей, скота. Актуальны остаются проблемы с кражами мобильных телефонов, про велосипеды. Я, как вам сказал, уже сезонный характер этих преступлений, на которые мы, конечно, постоянно обращаем внимание. Возросло существенное количество мошенничеств, в том числе экономической направленности. Разумеется, все эти негативные тенденции в криминальной ситуации и прокуратура области, как координатор борьбы с преступностью, учитывает, подводя итоги 2016 года, мы учитывали, что в Рязанском регионе неблагоприятная ситуация была с уличной, подростковой, алкогольной преступностью, а также с повышением числа преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшим, а также увеличением числа преступлений с применением оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Все эти проблемы мы обсудили на коррупционном совещании руководителей правоохранительных органов области, на межведомственных совещаниях, выработали алгоритмы действий совместных, выработали конкретные меры для устранения вот этих негативных тенденций и для улучшения качества работы, в том числе правоохранительной. Ни для кого не секрет, что профилактика преступлений – это первое, с чем приходится сталкиваться, когда говоришь о преступности. Существуют такие составы преступлений, как профилактические, которые влияют на недопущение впоследствии более тяжких, более серьезных преступлений. Это угроза убийством, это причинение легкого, среднего вреда здоровью, это хулиганство. Чем больше таких преступлений правоохранительными органами выявляется, тем больше шансов, что более тяжкие преступления не будут совершены. Мы нередко сталкиваемся с бытовым насилием в семье, допустим, на фоне бытового пьянства. Если участковый никаких мер не принимает профилактического характера к правонарушителю, рано или поздно это законит серьезным проблемам, в том числе и убийствам, что, в принципе, всегда и случается. Мы уделяем особое внимание, как я уже сказал, уличной преступности, алкогольной, подростковой. Реализация этих мер, которые были выработаны на кальционном совещании, позволили нам этот негативный пласт немножко сократить. В частности, наблюдается сокращение на 46% подростковой преступности. Значительно сократилось число преступлений, совершенных лицами без постоянного источника дохода, несмотря на то, что уровень удельный вес данных преступлений составляет больше 50%. У нас сократилась алкогольная преступность. Тем не менее, негативная тенденция повышения числа преступлений на улице и общественных местах, она осталась в связи с этим, во втором полугодии мы запланировали проверку работы правоохранительных органов в этой сфере и проведем на кальционном совещании, конечно же, эти проблемы обсудим. Здесь есть над чем работать. Существует большой пласт неиспользованный. В частности, как я уже сказал, выявление профилактических составов преступлений, выявление административных правонарушений, таких как мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков в общественных местах, продажа алкогольной продукции неустановленных в неположенных местах, либо несовершеннолетних. Все это будет способствовать улучшению состояния на улицах, в общественных местах. Кроме того, в должной мере, я считаю, не используется потенциал добровольных народных дружин. Они у нас созданы и функционируют в каждом районе. Однако эффективность этой работы мы сейчас как раз проверяем, анализируем, насколько эффективна она работа. Мы, конечно, проверим и будем принимать меры. Большое значение, конечно, прокуратурой удивляется и другим, не только преступлениям в общем уголовной направленности, но и экономической направленности. Подводя итоги за первое полуводие, мы констатировали, что возросло число преступлений, выявленных правоохранительными органами в сфере ЖПХ, в сфере легализации денежных средств и нового имущества, добытого преступным путем, в сфере обороны промышленного комплекса, в сфере изготовления и реализации алкогольной продукции. То есть вот этот экономический блок, он у нас работал в первом полугодии немножко лучше, чем за аналогичный период прошлого года. Большой проблемой является до сих пор наркопреступность, потому что сейчас появляются все новые и новые виды маскировки этих преступлений, в частности реализация наркотиков происходит бесконтактным путем по сети интернет, путем так называемых закладок, когда люди, мелкооптовые или буоптовые распространители наркотиков вербуются по сети интернет, зарплата им идет в зависимости от количества сделанных закладок по киви-кошельку, отследить их деятельность крайне сложно. Тем не менее, в этой сфере необходимо констатировать, что в этом полугодии железнодорожным судом город Рязани был вынесен первый для нашей области приговор за участие девяти лиц в преступном сообществе, которое имело разветвленную сеть, включая организаторов, операторов, курьеров, вот этих закладчиков, которые были правоохранительными органами установлены. Эти лица на протяжении длительного времени, на протяжении ряда лет на территории Рязанской области занимались незаконным распространением наркотиков. На скамье подсудимых оказалось девять молодых людей, в принципе, вполне обеспеченных, включая студенты, но таким образом пытались поправить свое материальное положение, надеясь на безнаказанность. Я думаю, что вот этот способ, он довольно-таки легкий и очень трудно его обнаружить. Тем не менее, хочу не обнадеживать этих лиц, не надо этим заниматься. В любом случае, ответственность она настигнет, и наказание будет, соответственно, содеянным. Это был первый переговор, а в конце июня текущего года суд направил еще одно уголовное дело, также по факту организации и участия в преступном сообществе по Октябрьскому району дело расследовалось. Речь идет о межрегиональном преступном сообществе, которые также на протяжении длительного времени путем сети интернета занимались распространением наркотиков у нас в Рязанской области и не только у нас, но и в ряде других регионов Российской Федерации. То есть эта практика положительная, мы обязаны реагировать на те преступные вот эти способы, которые в настоящее время появляются. Уделяется повышенное внимание также налоговым преступлениям, их выявлением, расследованием. В первом полугодии количество выявленных преступлений данной категории возросло на 48%. Возбуждено 9 уголовных дел и окончено производством 4 уголовных дела. По фактам уклонения от уплаты налогов и расследования данной категории дел позволило получить бюджету порядка 15,5 миллионов рублей. Большое значение также уделяется выявлению и расследованию преступлений, связанных с несвоевременной выплатой заработной платы. По инициативе прокуратуры было возможно в первом полугодии 4 дела данной категории. Их расследование также позволило в какой-то степени снять напряженность среди сотрудников, которые не получали заработную плату. И был размещен ущерб данным потерпевшим на сумму 3,5 миллиона рублей. Большое значение уделяется также и правоохранительными органами прокуратуры незаконной миграции. Достаточно сказать, что в первом полугодии было проделано массовое количество рейдов с проверкой мест массового скопления иностранных граждан, милиции без гражданства, а также объектов, где используется их труд. К административной ответственности за совершение миграционных законодательств было привлечено более 5 тысяч незаконных мигрантов. Приходится констатировать, что выявлено 114 преступлений в сфере организации незаконной миграции, в сфере незаконной постановки на регистрационный учет иностранных граждан. Таким образом, в принципе, наши с вами рязанские люди своими незаконными бестиями способствуют незаконному пребыванию на нашей территории иностранных граждан. При отсутствии на том каких-либо оснований. Количество выявленных преступлений данной категории также возросло порядка на 40%, что позволило в какой-то степени сократить число преступлений, совершенных иностранными гражданами. Спасибо большое, что нашли время, посетили нашу студию. А нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас был заместитель прокурора Рязанской области Алексей Дикарев. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова